Сейчас будет самая лучшая паста, которую вы кушали. То есть будет паста с креветками. Это вкусный соус из панцера и из креветки. Так, магия, наш сательник. Всем привет! Сегодня с вами Шабвивен, настоящий гасконец. Во-первых, нужно чистить креветки. Я уже сделал чуть-чуть заранее. Как чистить креветки? Это просто. Это уже готовы креветки. Вороньи. Можно из сырой креветки. Без проблем. Наоборот, будет вкуснее. И вот это никогда не выбрасывает. Это можно сделать. Вот эта паста, как сейчас. Здесь суп, здесь биск, соус биск, здесь соус намчуа. Сегодня это будет соус для креветки. Я знаю, что люди, нисколько люди будут сказать, что нельзя есть вот это, бла-бла-бла, который токсин, который нутрино. Это если биск очень плохо заморожено и долго лежит в магазинку. Это свежие креветки, то есть можно его кушать. Если хорошо заморожено, не переживайте, все нормально. Пойдем в каймасу. Это наш сательник. Можем бить, если у вас большой кастрюль. Я здесь сательник, потому что немного, и будет побольше и побыстрее выпаривать. Можно фламбировать или нет, будем фламбировать чуть-чуть. Конечно, как гасконец, будем фламбировать сермоняк. И это будем жарить. На сильном огне. И вот это время, чтобы разогреть сковородку, можно резать кубики моркови, миру-пуа, ароматический гарнир. Наш масло почти копит, очень горячий. И жарим. Тогда уже хорошо обжарить. Ведем в дно, что уже прилипает. Добаваем морковь. Оп, еще жарим. Один лук, у меня два очень маленьких. Тоже в мягкую. А, это все, вот это, это ароматический гарнир. Не будет стоить ваша паста, конечно. Тоже туда. Я обожаю вот этот запар из тостировать реветти. Вообще обожаю. Стебель петрушка. Чеснок, конечно, убираем сердце, если есть. Оно есть маленький, очень маленький. Оп-на. Это убираем. Неприятный вкус. Вот, смотри, вот это дно. Вот это дно, это все вкус. Сейчас его будем убирать, потому что будем дегласировать. Поэтому нельзя антипригарная сковородка. Фламбируем. Хорошо фламбируем. И теперь белье вино сухое, будем дегласировать. Вау. Шум, который нужно. И хорошо берем все вкусно. И как вы видите, как магия, наш сотейник дно чистит. И все вкус будет в соус сейчас. Сейчас важный процесс, собрать со дна пимонный спилет. Можно перец, можно паприка. Соль. Чуть-чуть, потому что будет випаровать. Томатный паст. Ложка, не обязательно, но я люблю. Это сушим чуть-чуть. Чуть-чуть тимьян. У меня заканчивает огурон. Поэтому вот так. Поражем воду. Муе. До высоты. Чуть-чуть больше, чем высота. Вот так вот. Вот так. Сейчас до кипения. И потом остается полчаса. Аккуратно. Медленнее огне. Среднее огне. То випар, випар. Вот это время будем резать. Будет красиво резать голове креветки. Но где был, где был голове. Вот так. И, конечно, вот это положим в наш соус. Вот этот соус можно сделать из креветки. Можно сделать из гумар. То есть лобстер. Из лангуст. Из лангустин. Тоже можно сделать из раки. Вы знаете, что такое раки. И это будет зовут. Называется. Соус нон-чуа. 10 минут, раньше, чем наш соус заканчивает. Будем готовить наш паста, которая готовится. 10 минут, конечно. 10 минут. 10 грамм сол. На каждый литр вода. И на каждый 100 грамм паста. Это обязательно. Оп. Слушай. 3 литра в 30. Как вы видите, она матовая. Потому что она готовится. Сей процесс. Трафелатура де бронзо. И это будет хорошо пить соус. Когда будем его заканчивать. Свой готовый. Свой готовность. В соус. Паражем наш паста. Кипящая вода. Много места. И большой кастурок на паста. Еще раз кипяток. 10 минут. 10 минут. Потому что вот эта паста. 10 минут. Нужно смотреть пакет паста. Из паста, который бистра паста. 3 минут. Который. Очень-очень большой. Может быть 15 минут. Вот это конкретно 10 минут. Готовится. То есть я буду готовить его. 9 минут. 9 минут. И последний минут будет. Весос. Нужно паста, который хорошо впитывает соус. И который будет дать свой крахмал, когда будем готовить в соус. Поэтому профилатура де бронзо лучше. Уже хорошо выпарывает. Как вы видите, выпарывает почти половина. Положим в блендер. Если у вас нет, можно рукави в блендер, конечно. Оп. Зым-зым. Буду просто попробовать чуть-чуть. Берем через ситофель ватну. Вау. Вау-вау-вау. Это очень вкусно. Теперь беру наш соперник. Не наш сковородка, где будем заканчивать наш соус. Наш паста. Вот это через сито. Оп. Это еще не загустит, но мы будем еще чуть-чуть выпаривать. Когда будем давать паста. Вот паста будет дать свой крахмал. И будет загустит соус. И хорошо прилипает ве паста. Вот это можно выбрасывать. Можно дать вашу курицу, вашу свиня. Если у вас нет, можно дать ве противень духовке. Все бумажка. Его сушить и сделать пудру. Короче, как специи. Наш соус выпаравил. Наша паста. Девять минут. Очень, можно сказать, очень-очень алденте еще. Пожим вот так. Сыть чуть-чуть свою воду. Оставить вот так. Это очень-очень вкусно. Если у вас не хватит соуса, потому что вы много выпарили или забили вот этот соус, положите чуть-чуть вода еще из пасты, и все будет окей. Разогрин туда креветки для декор. Креветки для креветки. Это будет luxury pasta с креветки. Если у вас сырые креветки, можно его заранее жарить. Минут-полтора максимум ваши креветки. Сейчас паста пьет чуть-чуть по чуть-чуть соус. Уже видим больше паста, чем минут назад. Наша паста готов. Наш соус попробуем. Вау-вау-вау. Отлично. Совсем капельки соль. Паражем чуть-чуть масло сегошное. То будет сделать соус красиво. Еще загустим наш соус ваус и масло. Теперь берем поровник. Закручиваем. Паражем в тарелку. Берем, конечно, маленькие креветки. Берем большие креветки для декора. Соус, который очень красиво. Как вы видите. И самое важное, очень вкусно. Помидоры для красоты. Чуть-чуть оливковое масло. Давай попробуем. Самая лучшая паста, я буду попробовать. Не забывайте лайк. Пишите комментарии, если вы любите вот этот рецепт. И как она кончит ружет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...